Ну и сегодня в суде Железнодорожного района прошло новое заседание по делу об обрушении подпорной стены на Свободном. В этот раз допрашивали пятерых свидетелей, и они, как уверяют адвокаты, начали путаться в показаниях. Первым вызвали Валерия Короткова. В прошлом году он возглавлял Главное управление по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям города. Основные премии возникли вокруг проекта постановления, который предусматривал выделение средств из резервного фонда на ремонт и исследование злосчастной стены. Этот документ на подпись главе города так и не попал. Дольше положенного находился в департаменте горхозяйства. Кроме того, в постановлении не было указано, что необходимо огородить проезжую часть. К тому же бывший руководитель департамента Олег Гончаров за пару дней до трагедии отчитался, провалы в асфальте заделали. Двое свидетелей уже вызывались на допрос, но защита настояла на повторном их присутствии. Один из них экс-глава Железнодорожного района Леонид Беглюк, который должен был проследить за ходом работ. Но этого не сделал. Говорить не было на то соответствующего документа. Согласно решению КЧС написано, Красморду Рынш приступил к работам? По факту. Вы не знаете, работал или не работал организация на территории России? Я еще раз говорю, ордер открыт или нет? Я не знаю. Я вам говорю, нет ордера до сих пор. Значит, на территории работает без ордера организация, а вы к этому не имеете отношения. После повторно вызвали Геннадия Игнатьева, директора Красноярского городского центра капитального ремонта жилья и благоустройства. Он уверяет, никаких поручений не давал, что расходится с показаниями Валерия Короткова. И вообще, состояние стены на свободном якобы не входит в его компетенцию. К данному объекту я никакого отношения не имел. На сегодня в городе Красноярске таких стен, комиссия обследована, 203 стены еще плюс. Те, которые не находятся в реестре муниципальной собственности. И по решению КЧС сейчас администрация города занимается восстановлением этих объектов аварийных. Поэтому я, в принципе, не мог этим заниматься. Для чего вы тогда работаете? Почему мой внук должен расти по вашей дине? И застанет.